Добро пожаловать в Бравл Старс! В пассивках, трех новых скинах в игре и сколько они будут стоить, но самое важное, официальную дату выхода Спраута в Бравл Старс! Но перед тем, как мы продолжим, друзья, все еще 63% зрителей смотрят меня без подписки! Ребят, не надо так! Давайте все вы дружненьки, сделайте мне огромный сюрприз, опуститесь под видосик, нажмете красную кнопку подписаться, сделайте ее серой и прожмете лайк на этом видосике! Давайте на все про все 3 секунды! Готовы? Раз, два, три! Спасибо большое и приятного просмотра! Итак, кто же такой наш Спраут? Спраут был создан, чтобы сеять жизнь и любовь с помощью прыгающих зернопомб его супер создает преграду из кустов! И как вы уже заметили, Спраут у нас мифический бравлер! Итак, давайте посмотрим! 4200 хп на 10 силе! 1400 урон! 560 урон у нас супер! А я не знаю, он вообще ли наносит урон, но давайте мы прочитаем! Итак, атака зернобомба! Спраут бросает полный семян шар, который скачет по полю, а потом взрывается! Если шар задевает врага, он задевается при контакте! Неплохо! Итак, дальше у нас гаджет! Садовый измельчитель! Спраут съедает куст и восстанавливает 3000 хп 3 раза за игру! И вот она наша пассивка! Супер рост! Зернобомбы, не попавшие во врага, взрываются с большим радиусом! То есть, если Спраут кинул свою бомбу и она не попала во врага, она наносит еще больше урона! Офигеть! Блин! Выглядит он реально круто! И кстати, давайте немножко поговорим про Супер! Супер это преграда! Спраут использует свое супер зерно, чтобы создать преграду из густой лозы, которая временно останавливает врага! Сколько она действует, мы узнаем немножко позже! Ну блин, реально он крутой! И посмотрите на его внутренности! Это реально цветок из капюшона розы! Один в один! Итак, Спраут у нас в принципе бегает, ну, средний! Я думаю, что у него такой же бег примерно, как у Джесси, у Джеки, у, возможно, у Розы! И вот они зернобомбы! По 1400! Кстати, Спраут 10 силы! 10, не 1! То есть у него на первой силе будет примерно 900, скорее всего, урона плюс-минус! Может быть 800, ну, 900 до 1000! Неплохо! Итак, смотрите, он получается... Нифига себе! Вы видели этот радиус? Радиус взрыва, но это, ребят, с пассивкой! Да, когда он касается, радиус взрыва небольшой! Но если он не попадает, радиус взрыва просто огромный! И, кстати, это у нас еще один метатель, как вы заметили! Видите, смотрите, маленький взрыв! То есть небольшая дистанция! Но если он, смотрите, отлетит от стены, кстати, отлетает, то радиус взрыва просто огромный! То есть он не касается, не касается своего противника! Блин, реально круто! Итак, смотрите! Это у нас пассивочка! Ой, боже, это была ульта! Преграда! Ставит преграду, которую невозможно пройти! Ее можно взорвать! Пройти ее невозможно! Как вы видели, она урон не нанесла! И стояла она ровно 10 секунд! 10 секунд длится ульта! Я смотрел, я по видео заметил, сколько она длится! Итак, теперь у нас тестовая катка на Спрауте! Итак, у него гаджет, который лечит 3000 хп, съедая куст! Так, ульта ставит преграду, которая не пускает ни врагов, кстати, ни своих тоже! И вот такие бомбы! Ну, реально, радиус просто огромный! Я не знаю, я думал, что Спраут, возможно, будет редким, но с такими способностями он реально офигенен! Вы смотрите, у нас в игре есть Тик, у нас есть Динамайк и у нас есть Барли! Это три метателя! Теперь у нас четыре метателя! Это, если я какого-то метателя пропустил, ребят, извините! Я сейчас вспомнил просто Барли, Тика и Динамайка! Теперь у нас еще и Спраут есть! Это четвертый метатель! Блин! Вот! Видели только что? Его, получается, семечка взорвалась прямо на воде! То есть не будет такой фишки, как, допустим, с Дэрилом! Когда Дэрил перекатывается по воде, он перекатывается очень далеко, пока не становится на сушу! То есть здесь такая ситуация, что его штука, вот эта вот семечка, которая скачет, оно взрывается прямо на воде! То есть оно не возвращается обратно! Кустики, кстати, стояли 10 секунд! Смотрим! Блин! Офигенно! Офигенно, ребят! То есть получается даже фишка, что лучше иногда не попадать в Бравлера! Смотрите! Оп! И... Ну здесь он попал прямо в кустах! Красиво! Смотрите! Заходит в кустики! Ага! Он сейчас не будет ничего съедать! Что он делает? Что он делает? Смотрите! Попал! Маленький взрыв! Вот! Он снова поставил кусты! Ааа... Кусты в радиусе... Очень странно! И, кстати, смотрите! Когда он проиграл, его бумажка падает с его вот этого гиперкостюма! И можете увидеть, что это точно такой же цветок розы! Вот прямо сейчас вы видите, у розы за спиной такой же цветочек, только там с глазками! А этот бес, у него бумажка! То есть это специально какой-то выведенный такой, ааа... Не знаю, животный организм какой-то, нет, растение! В общем, справа вот это растение! Так, смотрите! 1400 наносит! Видите, радиус не позволяет... Не позволяет убивать два сундука сразу! Но если бы он бил сдалека, и бомба взрывалась где-то возле ящиков, он бы спокойно мог фармить два сундука! Это... это реально новая механика! То есть у нас были метатели, но ничего такого не отскакивало! Это совершенно новая механика! Эти бомбы перелетают через преграды! Они отскакивают от пола, и они отскакивают от преград! То есть от стен любых! Смотрите, кстати, вот эти преграды на этой карте, он пролетел, просто снес, не взорвался его шар! Видели? Вот эти вот светильнички, которые стоят, то есть он их просто пролетел мимо! И не взорвался при контакте! Бросает! Блин, посмотрите, сколько отскакивает! Просто сколько отскакивает! Радиус... Радиус просто огромный! Блин, мне нравится! Мне нравится этот бравлер, я его уже хочу получить! Не знаю, он будет ли он продаваться в магазине! Но я скажу, что я куплю вам его на аккаунты, если вы поставите лайк на этом видосике! Будет розыгрыш! Но, друзья, это еще не все! Я обещал, что скажу, когда будет дата релиза этого бравлера! Я вам скажу сразу! Да, у нас сейчас есть Динамайк, но смотрите! Динамайка уже, думаю, вы где-то видели, у кого-то видели! Вот такой будет скин, он бросает мячики, офигенный! Но слушайте внимательно! Спраут появится в игре 10 апреля! Запомнили? 10 апреля! Это официальная дата выхода Спраута в Бравл Старс! Буквально, ну серьезно! Осталось тут каких-то 10 дней потерпеть, и Спраут будет в игре! Можно будет выбивать, за него играть, тестить! Итак, теперь у нас на экране Динамайк! Он бросает два мяча, футбольных мяча! Ну, здесь удивляться урону чего-либо, я думаю, не стоит! Это стандартный Динамайк, просто выглядит теперь он реально прикольно! То есть, такой себе тренер! Ну, тут да, мы как бы все знаем, что наносит урон! Кстати, у Динамайка этого 10 сила! Бьет он по 2240 на 10 силе, если вдруг кто-то об этом не знал! А ульта теперь у него бросает бочку с мяча! А, ну да, та бочка, которая у меня за спиной, она же и вылетает теперь! Блин, нет, это офигенный скин! И, кстати, стоит он будет 150 гемов! Он появится, кстати, в игре буквально через полтора дня, ну, там, через один день и, там, 20 часов или 15 часов, будет стоить 150 гемов! Дальше скин Тануки Джесси! Это такой, я не знаю, бобер, хомяк! Выглядит она очень прикольно! И сразу скажу, стоить она будет тоже 150 гемасиков! Дальше я скажу, еще один скин и сколько он будет стоить! То есть, тренер Динамайк стоит 150 гемасиков! Тануки Джесси тоже стоит 150 гемасиков! И посмотрите, как она играет! Что у нее за атака? У нее поменяется атака полностью! Блин, она такая прикольная! Вы посмотрите, угадайте, что это такое! Вот, я сразу не говорю! Вы посмотрите, что она выпускает! Я сначала подумал, что это реально какой-то драконь-яйцо! Но потом вспомнил, что она бобер, хомяк или белка! И присмотрелся, это реально орех! Это такой орех! Она ставит своего пейзика, который пуляет в виде тоже какого-то полу-енота, робо-енот, пушка! Но, блин, серьезно! Ее вот эти орехи отлетающие, это смешно! Очень красиво смотрится! Мне нравится этот скин! Я 100% его куплю! И тоже буду разыгрывать! В общем, я буду разыгрывать на своем канале нового Браули Распраута! Я буду разыгрывать все три скина! Это у нас будет тренер Динамайк! Это у нас будет Тануки Джесси! И, кстати, слушайте! Новая музыка! Я получил этот файл от разработчиков, это видео, это не я играю, это разработчики мне скинули! И вы послушайте, новая музыка! Она реально офигенная! Что-то новенькое! Я не знаю, почему именно на Тануки Джесси появилась эта музыка! Возможно, потому что в Кристаллах теперь будет новая музыка! Или когда вы выбираете новые скины, у вас новая музыка! Я, честно, не понял! И вот третий скин, друзья! Третий скин называется Хорус Бо! И стоит он будет тоже 150 гемасиков! Выглядит бомбезно! Это у нас такой, типа, бог Ра, что ли, из египетской мифологии! Очень похоже! Он пользуется молниями! Хотя, смотрите, на затылке у него точно такие какие-то египетские символы! И, скорее всего, да, более-менее он взят из египетской мифологии! Потому что бог Ра тоже был птицей, если не ошибаюсь я! И управлял солнцем или молниями, там, не важно! В общем, смотрите на его атаку! Просто офигенно! Эти молнии офигенно! Ну, реально смотрится просто пушка! Просто нереально круто, ребят! Я думаю, что это видосик у нас получился просто пушечный! Информации куча! Итак, 10 апреля у нас стартует Бравлер Спраут! Скины стоят по 150 гемов! Их будет 3! Я сделал вам перевод всех пассивок, гаджетов и всего остального! И, кстати, ульта, смотрите, красиво смотрится! Она такие делает бомбы солнечные! Но, смотрите, сейчас он поставит гаджет! Да, я это видео уже смотрел, как бы, перед тем, как начал записывать! Он выглядит точно так же, как и у обычного Бо! Друзья, на этом я заканчиваю видео! Надеюсь, вам понравилось! Поставьте лайки! Подпишитесь на канал! Нажмите на колокольчик! Я с вами был, как всегда, Робзи! Хорошее настроение! И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok